Добро пожаловать на обзор обновления Tracks of Europe 3. Под предыдущим видео по данной игре стали появляться комменты по типу «Ссылка не работает». Всё верно, всё так и должно быть. Разработчик закрыл ссылку на скачивание той версии, так как вышло новое. Обновленную версию симулятора можно скачать в описании. Когда выйдет следующее обновление, эту ссылку логично тоже закроют. Что ж, ну а теперь конкретно что нового. В игре было исправлено множество багов, которые находили игроки и сам разработчик. Я в этом убедился сам лично, так как в предыдущей версии за кадром у меня был довольно противный баг. В этой версии его не стало. Также игра была оптимизирована. В большинстве случаев, когда я вижу в траку проведена оптимизация, я сразу понимаю, что разницы я почти не замечу. Её заметят игроки с менее мощным телефоном. Но в этот раз я конкретно ощутил изменения. Если вы помните, в первом видео по Tracks of Europe 3 показатель фпс не поднимался выше 40. Сейчас же у меня стабильно держится промежуток от 55 до 60 фпс. А на самых минималках стабильно держится 60. В средней настройке всё так же лагает, но там количество кадров в секунду увеличилось на 5. Что ж, ну и на этом всё. Хочу сказать очень важную вещь. Если вы найдёте какие-либо баги, сообщите об этом разработчику. Ссылка на его фейсбук и дискорд в описании. Это сделает игру лучше. Благодаря обратной отдаче в игре исправили множество багов. Ну а на этом всё. Если понравилось видео и обновление, ставь лайк. А если нет, то тоже ставь лайк. Дизлайков всё равно теперь нет. Встретимся в следующем видео или на стриме.